Я приветствую всех вас и тех, кто нас смотрит в прямом эфире, а смотрят нас уже в очень многих местах, в многих странах, пересматривают и так далее, и так далее. Вы знаете, я очень и очень и очень этому рад. Почему? Потому что Божье Слово распространяется, и современные технологии нам всегда в этом помогают. Хотя очень часто современные технологии мешают нам, потому что мы иногда, сидя в собрании, нам звонят, посылают смс-ки, сообщения, фотографии, мы заняты своими вещами, и наш разум отключается от того, что говорится здесь, о чем поется, о чем учится, и нам в этом большая сложность. Правда? Но я хочу опять продолжить свою тему, тему о Елисее. Вам последние несколько недель понравилось, о чем я говорил? И что интересно, две недели назад мы затронули вопрос, что нас держит, какой плуг в нашей жизни нужно сжечь, чтобы не было плана Б. Помните, да? И люди подходили и говорили, Раби, спасибо тебе, потому что у меня были такие проблемы, такие проблемы. Я сделал решение. На прошлой неделе мы говорили о том, чтобы копать ямы. А тебя нужно выкопать яму. Это глупо, это выглядит очень жестко. Нужен дождь, а зачем ямы копать-то, понимаете, да? Что нужно что-то делать. На этой неделе, вот сейчас, я буду говорить о... Достань свои сосуды, то есть достань свои сосуды для твоего благословения. Это история невероятного обеспечения. Я думаю, для многих из вас это будет важно и очень серьезно. Я начал об этой теме говорить в эту среду на общем молитвенном собрании. И продолжу. Я только чуть-чуть затронул те, кто были на молитве, они поняли, что я буду сегодня говорить. Не простой вере, а вера, которая невероятная и вера, которая обеспечивает. Давайте вместе со мной откроем четвертую книгу «Царств», четвертая глава. Есть у вас? Библию у вас есть? Вот теперь нужны современные технологии. Библию тяжело носить, потому что она большая, в сумочку не помещается модную. Можно носить телефоны, но туда закачайте обязательно, закачайте Библию. И желательно на разных языках. Украинском, русском, на еврите, чтобы можно было искать все ссылочки. Итак, четвертая царств, четвертая глава. Начнем с первого стиха. «Однажды женщина из жен сынов пророков с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. А теперь пришел взаимодавец взять обоих моих детей себе в рабы». Но многим из нас знакома эта история, да? Я часто встречаю, особенно последние несколько лет, три года, последние три года, я встречаю примерно в этом фокусе, вот в этом отрывке, да, вот как в Писании, я встречаю многих людей, которые почти то же самое переводят, приходят ко мне на консультирование или же общение, они начинают говорить, «Рэбе, ты же знаешь, что мы служили Богу. Мы всем жертвовали, мы не засыпали, служа людям. Мы забирали от своих детей, от своей семьи хлеб необходимое, отдавали в служение, на репцентры людям, которые в нужде. Мы сложили своим домом, своей квартирой для домашних групп. Рэбе, мы больше всего давали финансов, десяти даяний в общину, больше всех, наверное. А вот после, что случилось? Мы искренне верили, мы знали, мы надеялись, что то, что мы делаем, позволит нам быть в процветании, что мы не будем нуждаться, у нас не будет трудностей. И что же происходит? У меня прогорел бизнес. После всего, что я делал, давал, служил, ходил, приносил, раздавал, вдруг у меня рушится все вокруг. Многие говорят, от меня ушла жена или муж ушел. Мало того, я должен еще денег. Я вообще одалживал на дело Божье. Мы же хотели репцентр построить, мы хотели там устроить многие вещи. Поэтому я развивал все, чтобы потом вложить в дело Божье, спасать людей. Это было целью моей жизни. Разве Богу это было не угодно? Почему сегодня со мной такое происходит? Я почти нищий. А теперь хотят забрать и все то, что я заработал своим личным трудом. Похожая история. Похожая история этой вдовы, которая не просто разговаривала с Елисеем, она говорила на повышенных тонах, как у нас могут говорить на привозе. А у нас умеют говорить в Одессе. Скажут так, что ты уже думаешь, что ты виноват в том, что у него такое произошло. Хотя ты человека первый раз видишь. Что в самом деле, что происходит? Эта женщина говорила с возмущением и говорила таким, «Ты знаешь, ты же знал, что мой муж, он любил, он любил Бога, он боялся Бога. Почему со мной такое происходит? И приходит теперь еще взаимодавец. Тот банкир забирает моих детей в рабы. Вообще, что мы знаем об этой женщине? Хотя такое похоже. Мы с вами пересекаемся с такими людьми, с такими обстоятельствами, не правда ли? Что мы знаем об этой женщине? Абсолютно ничего. Мы не знаем, как ее зовут. Мы не знаем, сколько ей лет. Но еврейская традиция говорит о том, что она была женою пророка Авдия. Это если оно подтверждается, если на самом деле оно так, то, конечно, понятно, почему у Авдия были такие долги, если она была женою Авдия. Смотрите, 3-я царь, 18-я глава, 3-й стих. «И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный, и когда Эли-Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой». Доброе дело человек делал. Он спасал людей, которые были уже предречены на смерть. Он спасал людей и платил это этим. Он одалживал, может быть, денег у людей, взаимодавцы, говорит, помоги, слушай. И Эли-Изавель совсем с ума сошла. Она убивает последних пророков. У меня есть сотни, я их раскидал по пещерам, но нужно их кормить. Они не могут выйти. Он делал доброе дело. Авдия тратил деньги, которые он брал взаймы, не на себя, на любимого, не на устройство своей семьи. Часто, как бывает, многие верующие, те, кто служат, они на самом деле не заботятся много о семьях своих. Им важно спасать людей. И понятно, что эта история, она весьма впечатляющая. Например, во времена Второй мировой войны многие верующие, многие люди, которых затронуло бедствие еврейского народа, спасали евреев. Они их прятали, они кормили их. Это проходило месяцами. Месяцами они кормили их, прятали, одалживали хлеб, и все остальное, чтобы прокормить. И в конце жизни своей они умирали нищими. Они умирали, не имея ничего. Несправедливо, правда? Несправедливо. Почему? Потому что нам кажется, что если мы каким-то образом притесались с евреями, имеем какой-то маленький дешевш с ними, то имея евреев за пазухи, у нас будет много и достаточно. Вы скажете, ведь написано, ведь написано, благословляющих тебя я благословлю. Это хорошая формула, но не для наживы, друзья. Люди путают эти вещи. Я вам скажу одну историю человека, который был в апостолском атэше, посол Японии в Латвии во время Второй мировой войны. Его имя Семгис Сукихара. Когда вышло постановление о том, чтобы всячески поддерживать нацистов, он, видя бедствие еврейского народа, не послушался приказу своего правительства и стал выписывать визы. Это визы были, которые люди должны были через Японию ехать в Китай. Транзитные визы. Неделю или две он работал и за эти две недели он выписал 1600 виз. И когда его уже отстраняли от работы, его запретили, его перевозили, он, садясь в машину, евреи там и он выписывал на ходу им эти визы. В августе 1940 года, 1940 года, его отстранили от консульского положения, перевели в другую страну. Но в 1947 году он вернулся в Японию, где ему официально, где официально его уволили из МИДа. Он не мог нигде устроиться, кроме места, где подавать обувь. Подавая обувь, он не имел напроживания и умер нищете. В 1984 году В'Яд-Вашем признал Сигехару праведников народа мира. Справедливо ли это? Абсолютно нет. Для многих верующих сегодня разделить подобное или понять подобную вещь, даже пережить подобную вещь, это похоже на самоубийство, потому что мы привыкли к Евангелию процветания. Мы привыкли, что мы должны иметь процветающую позицию, чтобы все увидели, что мы весь верим Богу. Что мы христиане, по нас это должно быть видно. либо цепь такая, либо басмаки побольше. Почему? Почему? Жизнь вдовы. Вдова в пророк, который любил Бога. И вдруг она кричит, ведь он, ты же знал, ты же знал, что он любил Бога. А теперь моя жизнь полный кошмар. Поставьте себя вместо этой женщины, вместо этой вдовы. На минутку. Что вы будете делать, когда ваш богобоязненный муж, который помогал святым, спасал людей, брал в долг для того, чтобы царство Божие расширялось, евангелие проповедовалось, умер. А по закону Моше, который говорится в Левитам 25, 54, что если человек был должен, он мог отдать себя в рабы. И тут приходит банкир, который заявляет, теперь твои дети будут моими рабами. И одна надежда, может быть, скоро будет этот юбилейный год, и дай Бог, чтобы он был завтра. А если нет? Если не завтра, в каком состоянии будете вы? Я задаю много раз такой вопрос людям. Хорошо жить не запретишь. Вы понимаете, хорошо жить тоже хорошо. чтобы мы могли делать то, что мы можем делать. Но в жизни бывают вещи, которые ты не можешь контролировать и не знаешь, что будет завтра. Мы вчера буквально общались с нашими друзьями, и мы узнали, что в наших годах люди, которые даже в мире умер муж, имел бизнес, буквально после похорон приехали взаимодавцы и говорят, нужны деньги завтра. подождите, все уже в товаре, все готово, нас товар не интересует, нам нужны деньги сегодня. И пришлось продать квартиру. Вы понимаете, все, что можно было сделать, потому что приходят дни. У нас жизнь, она очень странная жизнь. когда-то у нас есть веселые дни, радостные дни, а где-то у нас есть горе, переживания, но вопрос, как мы себя ведем. Может, могло ли быть еще хуже этой женщины? Кто из вас хотел бы такую жизнь? А, наверное, никто бы. Могло ли быть хуже? Но вы знаете, что потрясло меня в этой женщине? Ее ответ. Смотрите, она отвечает Иллюсеям. У рабы твоей, у рабы твоей, как много из нас сегодня смогут держаться этого состояния, что раб твой, то есть слуга Господа Бога твоего, он, который верит в Бога, сегодня говорит тебе, я твой брат, я твоя сестра, я раб твой. Можем ли мы это пережить? Мы зачастую злимся, расстраиваемся, когда мы ждем два часа трамваев и не можем туда залезть, потому что другие вломились туда быстрее нас и мы стоим возле этого трамвая, он уходит, как только он отъехал, проезжающие Жигули колесом попадает в лужу, где буквально сорок минут назад купалась собака, вся вода на тебя вылилась, и ты думаешь, куда уже идти на ту ривиеру, на ту староконную, а тебя прет, как будто ты побывал в собачьем этом самом, беспритульном месте, никто тебя уже не подвезет, потому что тебя смиридит уже, как от псярни, ты еле доходишь через весь город домой, и заходишь в свою комнату, квартиру, идешь в душевую или в ванну, раздеваешься, тебя воняет, включаешь воду, ты понимаешь, что у тебя вода, йог, нету, тебе ее отключили, потому что ты не проплатила, почему ты не проплатил, потому что год назад ты потерял работу, и никому никакого дела нет, как тебя зовут, но это всего лишь проблемы детского сада, мы расстраиваемся, мы просто выходим из себя, как нам плохо от этого всего, я вам скажу другое положение, когда например у тебя семья не состоялась, когда твои дети не служат Богу, и они занимаются вещами, которые ведут их на смерть, когда твой бизнес у тебя либо забрали, рухнулся, либо тебя подвели, твои поставщики, и у тебя нету уже никаких средств существования, когда тебе ты пошел к доктору, тебе сказали, извините, вам остался один год жизни, что мне делать, идти в мессианский библейский институт, поможет, нет, это будет самый длинный год вашей жизни, вот это проблема номер один, это проблема, когда мы понимаем, что только ответ у одного, если вы будете внимательно следить за мной, попробую дать вам возможные шаги к решению и разрушению проблем, через которые мы иногда в своей жизни проходим, когда у тебя нет того, что тебе так хочется иметь, тогда Бог это то, что тебе очень нужно, когда ты понимаешь, что у тебя нет того, что хотел получить, когда ты понимаешь, что что бы ты ни делал, ты не можешь иметь то, что ты хочешь иметь, тогда Бог становится реальным, наш любящий Бог становится тебе ближе и нужен в эту секунду, в это мгновение, я говорю об это потому, что нам это необходимо, давайте посмотрим, что происходит с этой историей дальше, мы ее развернем, раскроем, и может быть, вы возьмете какой-то цимис, какую-то небольшую для себя выгоду с того, что я вам буду говорить дальше, что делает пророк, чаще всего не похоже на наши проблемы одесские, что говорит или что делает пророк, знаете, давайте по-другому, что он не делает, он не начинает ее поукрасить, журить, журеты, он не начинает на нее наезжать, как у нас часто бывают наезды, с такими, знаете, большой, длинного разговоров, но вы сами виноваты, что не знали, где деньги брали, нужно было посоветоваться, что вы делаете, это же твоя проблема, с нее выходи сам. Слышали такие истории, да, вот такие? Ты человеку приходишь, а он вместо того, чтобы что-то тебе дать, он начинает тебя учить, как будто ты первый класс попал, что ты не знал, что происходит, знали, но так получилось. Вместо долгой речи порог говорит, как из фильма, коротко, но смачно, по делу, очень просто. Второй стих и сказал ей Елисей, что мне сделать для тебя? Коротко и ясно. Чем я могу тебе помочь? Что мне сделать для тебя? Если мы хотим видеть людей спасающихся, если мы хотим помогать людям, мы должны быть готовы перед Богом на доброе дело. Мы должны быть готовы сделать то, что может быть сложно, сказать людям, что я могу тебе сделать. И если это в моих силах, я это сделаю, но если это не в моих силах, это означает, что я могу нести тебя в молитве. и посту. Этот минимум, что я могу сделать. Часто он будет, я буду думать о тебе. Что думать? Молитесь. о если вспомню, что помнить? Делай! Вопрос сегодня нашей ответственности. Пророк говорит коротко и ясно, что я могу тебе сделать? Скажи, скажи мне эти пять странных слов. Что я могу тебе сделать? можно спросить соседа, повернуться, что я могу тебе сделать? Я понял, некоторым соседям даже дело нечего. Посмотрите, что дальше делает Элисей. не нарушая достоинства после того, как она прошла это трудное состояние, то, что она переживала. Он говорит слова очень важные. Что у тебя есть? Он не спрашивает у нее, а что у тебя осталось после всего? Что ты там заныкала еще? Расскажи, пожалуйста, напрямую выскажи мне. Он говорит, что у тебя есть? Что у тебя есть? И как многие люди, эта женщина отвечает, как и все мы в трудное время. Она отвечает точно, как все мы отвечаем. Она говорит, нету рабы твоей в доме ничего, кроме сосуда с маслом. Вы скажете, подождите, как-то ничего кроме ничего означает, что ничего. Но то, что у нее даже оставалось, это незначительное, не меняющее обстоятельства вещь, которая не нужна, она становится ничем. ничем. Поэтому она говорит, у твоей рабы ничего нет. Знакомо, да? Разговариваешь с людьми, раба, ничего не осталось, ничего нет. Вся жизнь как коту под хвост. не так, это значит. Странный русский язык, что бывает. Я хочу, чтобы вы увидели парадокс. Во время нужды и проблем большее значение мы фокусируем на то, что чего у нас нет, чего у нас, что бы мы хотели иметь, чем на то, что у нас есть. Во время проблем, которые у нас существуют, или обстоятельств, в которые мы попадаем, мы чаще всего сфокусированы на том, чего у нас нету, что бы мы хотели, чтобы у нас было, чем на то, что у нас в реальности есть. Понятно или нет? Что такое аж загнул так серьезно? Другими словами, у нее проблемы, проблемы очень простые, серьезные, хотя по закону все было честно. Проблема в том, что ей нужно не попасть в рабство. У нее забирают детей. И конечно же ее же мечта вот как бы избавиться от рабства. По закону Моисея это все нормально. Вроде бы выход нашелся, но она говорит об этом, потому что внутри она не видит, что у нее есть что-то. Может быть незначительное, что может не меняет абсолютно ничего. И вот этот момент он должен быть для нас откровением. Когда мы попадаем в ситуацию и у нас есть проблемы, мы зачастую у Бога начинаем просить того, что мы хотели бы иметь и не замечаем того, что у нас есть. Угу. вот если бы еще немножко денег, то жизнь была бы совсем другой. Можно было бы на работу не ходить. Это проблема. Как дела? Ну немножко денег. Везде кризис. О, если бы мне еще жениться или замуж выйти, то совсем было бы хорошо. Можно было бы на пляж, постоянно ходить. Вот если бы моя квартира не прихожая для домашней группы, потому что там нету дивана из кожи красного цвета. Ну я не могу поэтому пригласить людей, не могу открыть домашнюю группу, потому что у меня нету дивана, на котором все сидели. Вы понимаете, да? Мои дети приходили со школы, еврейской, понятно, подходили, подходили к холодильнику, открывали и минут пять туда смотрели. Потом поворачивались ко мне и говорили, папа, у нас не тут чего кушать. А теперь вы мне поможете. Очень реально. Это касается наших вторых половинок, наших девушек, наших мам, пап, бабушек. Когда женщина подходит к гардеробу, которая полна вещей, открывает и потом следующая фраза. Мне нечего одеть! Услышьте, услышьте, услышьте. Вы поняли, да? у меня нечего нет! У меня ничего нет! Нет, что одеть! И сразу начинается молитва к Богу. Где купить? Где взять? На самом деле у меня вопрос такой простой. Что делать, когда у тебя в жизни похожая ситуация какой-то вдовы? Настоящая проблема. Первое. То, что тебе нужно, это перестать ожидать того, что ты хочешь и начать работать с тем, что ты уже имеешь. вот Алена сказала аминь. Я вам скажу ихнюю историю. они как раз попали под экран моего сканера. У них тоже ничего не было. Хотя была квартира, да, там, и ремонт нужен был, и все остальное. Они просто, она занималась простой вещью. Ходила, печатала одним раздавашки, как бы сказать, там, пригласительные, и ходила раздавала. Брала по чуть-чуть, подавала чуть побольше. Взять то, что малое, то, что было, то, что есть, и сделать из него то, что сейчас происходит в их жизни, нужно еще уметь. Нужно уметь. И то, что малое, они смогли заработать. Сегодня вы придете к ним домой, у них квартира сделана собственными руками там что-то сделана. Правда? Скажите, купили машину уже? Нет еще? Это все ответ, да? Понимаете, да? О чем? Первое, что нужно делать, перестать ожидать того, что ты хочешь. Начать работать с тем, что ты уже имеешь. есть у тебя 5 гривен, подумай, как из них сделать 5 50? 10 вы сразу на 100 тысячу процентов хотят заработать, представляете? Как? Вот вот эта ментальность, как из 5 сделать 10? Послушайте, останьтесь малой чуть-чуть, чуть-чуть. Четвертая царствия, 4 глава, 2 стих, нет у рабы твоей в доме ничего, кроме посудины с маслом. Может быть, это незначительный сосуд с маслом и есть твой выход из твоей проблемы, ситуации, то, что ты не замечаешь. Она сказала, кроме сосуда, маленький сосуд, что там это масло, что оно нужно, но фактически, если человек в бизнес понимании понимает, что такое масло, можно сразу сказать, ценность этого масла заключается в том, что на нем можно было пожарить пару мац, пойти продать. Можно было применять как спа, знаете, вот намазаться, чтобы солнце сильно не пекло, можно было промазку сделать для лезвий, для топоров, для ножниц, чтобы она не ржавела. Да, в конце концов, это же религиозное состояние помазывать кого-то маслом. Есть ценность в этом масле, есть какое-то что-то особенное, и вот Бог хочет, чтобы мы применяли эту ценность, важность тех вещей, которые не считаем достойными нашего внимания. Проблемы тогда, когда мы не замечаем то, что Бог нам дает. Я так рад, что я служу Богу, Который из малого делает больше. В Новом Завете много есть примеров. Ишуа пришел и учил пять тысяч человек. Пять тысяч человек, это много или мало. И вдруг все проголодались. Сколько нужно было пиццы заказать? Ой, извините, мацы. И где? Ой, куда бежать? Вообще-то там был небольшой городок римский, но его обходили подальше. Пицца там была популярна, не для евреев. Что делать? И мальчик, который находился там, мог сказать, так у меня ничего нет. После какая-то толпа перепугаться сказать, у меня ничего нет. Но наоборот сказал, у меня есть, но так мало. И вот это малое в руках Сына Божьего превратилось в благословение для больше, чем пять тысяч человек, после чего собрали еще двенадцать коробов останков. Ведь можно было заныкаться и сказать, у меня ничего нет, мы же бедные евреи, шовни до вас все. Два хлеба, пять рыб, и он говорит, что малое у меня есть, малое, оно у меня есть, но оно малое. и в руках Бога оно становится огромнейшим. История Ветхого Завета простая. Голиаф, который наводил ужас на Израиль, Голиаф, который буквально там вызывал страх всей армии израильской, приходит юноша младший в доме отца своего и берет маленький камень из ручья и когда тот великан пугал всех, он решил, что вот эту мишень огромнейшую трудно промазать. Как мы смотрим на ситуацию? Если мы поймем именно что такое вера, это не просто как мы говорили действие, это что сжечь или так так это что-то особенное состояние, когда мы доверяем Богу, что промахнуться в такую мишень невозможно. Однажды Бог спрашивает Моше, что в твоей руке? Вы скажете, а при чем здесь это? Очень просто. Моше не спрашивает, а что тебе надо? старче, чтобы евреев забрать из Египта? И он начинает причитать, мне нужно будет, их там 2 миллиона, это надо будет пароходы, поезда, целый исход нужно сделать, все-таки как бы это самолет, это много, у нас сколько проходила иммиграция евреев лет 10 возили пару миллионов. А Бог говорит, а что у тебя в руках? А не то, что тебе нужно. Что у тебя в руках? Мы часто хотим, чтобы нам задал Бог вопрос, а что тебе надо? Ну не плачь, надо кисть отдать калач. Помните такие песенки? Многие могут оправдываться своей пассивностью. Я встречал такие, они очень активные, говорят мне, вот если бы еще бы мне пару человек, то мы перевернули бы этот город изнутри наружу. Ну еще пару человек. Сво умение, но свое нежелание, или свою глупость, глупую позицию, люди ссылаются на то, что вот если бы еще что-то мне дали бы, мне нужен компьютер, мне нужен компьютер, чтобы я стал хорошим певцом, то плохому танцору что-то опять не хватает. Свободы, наверное. Услышьте, когда люди приходят и пытаются мне показать, почему я не могу реализоваться, потому что у меня столько проблем. Если бы еще вот это добавить в мою жизнь, вот это нужно, и другое, третье, тогда невозможно, конечно, все исполнить. Включается одна хорошая вещь. Я все могу, укрепляющий меня, Господи. Очень часто, когда мы вставим здесь сцену, да, вот, Виталик приходит, Боря приходит, другие приходят, они начинают ставить, потом что-то где-то забывают, что-то ты рэп такой сотворил, непонятно что, как оно слаживается, как у тебя мозги туда выработают, а я работаю с тем, что есть. Вы понимаете, о чем я говорю, нет? И да, конечно, вот, если бы еще можно было заказать специальные троса, оно поднималось, чтобы оно скручивалось, и тогда у нас была бы сцена хорошая. А если делать с тем, что у тебя есть, то, что небольшое, я хочу, чтобы услышали, Бог хочет использовать твое самое малое, то, что незначительное, и сделать из него великое. Бог сегодня призывает всех нас работать с тем, что у нас есть, а не просить того, чего нам хочется. Уметь в виду, потому что у нас этого нет, поэтому нам хочется. Второе, чем у нас учит эта история, это предоставить Богу то, что имеешь. Именно предоставить Богу то, что имеешь. И довериться, что Он покроет твои нужды. Слышите, нет? Он покроет твои нужды. Предоставь малое, что у тебя есть, и Он доверяйся Ему, и верой, ты верь, что Он покроет твои нужды. И если ты достаточно умен, и справедлив, и честен, то Бог тебе даст больше, чем просто покрыть твои нужды. посмотрите, что происходит. 4 глава. И сказал Он, пойди, попроси себе сосудов на стороне, сосудов порожних немало у всех соседей твоих, и пойди за предверь свою и за сыновьями своими, и наливай во все сосуды, и наполняй, а наполненные оставляй. А что это значит? Если ты доверяешь Богу, надеешься на Бога, тогда самое малое в веру ты наливаешь то, что наполняет. Здесь нужна вера. На самом деле здесь нужна вера. Представьте себе, этот малый сосуд, когда ты льешь туда в большой наливаешь и ты же не просто так держишь себе подавай, 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 быстрее, быстрее. Ты забираешь его обратно, чтобы не разлить самое драгоценное. Берешь следующий, у тебя должно быть веры достаточно, чтобы опять наливать. А что наливать? То, что Бог увеличит. то, увеличит. Вопрос становится сразу, а если нет? Ты наливай. Ты выливай. Ты действуй. Этот момент очень важный для нас понимать, что Бог хочет, чтобы мы передали Ему, то есть доверили Ему самое малое, и Он останется верным. Верным. Бог готов был покрыть Ему нужду, как и Твою и мою, когда Он использует масло для того, чтобы наливать эти сосуды. Доверие Богу поможет Богу быть верным тебе. видят Твою веру. Когда ты наливаешь, Бог остается верным. Это может стать не только откровением для многих, но и жизненной основой, чтобы жить верой, надеяться на Бога и быть счастливым человеком. Потому что не количество денег измеряет Твое счастье, а на самом деле, когда все твои нужды покрыты Богом. Не правда ли? Так просто. Когда твои нужды, они покрыты. Но у каждого человека есть разная нужда, разный подход. И ушла она от него и заперла дверь свою за сынами своими. Они подавали ей сосуды, она наливала. Она не пророки наливали, не пастера наливают, не кто-то другой, а ты сам ответственный своей верой за то, что ты делаешь самым малым. Я могу только дать тебе повод что делать, научить тебя из писания что тебе нужно делать, но твоей веры должно быть достаточно того послушания, чтобы Бог действовал. было когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай еще сосуд. Но он сказал ей, нет больше сосудов. И перестала литься масло. И пришла она и сказала об этом человеку Божию. И сказал он, иди. Она сделала то, что происходит. Вопрос следующий. Зачем ей нужно было столько масла? Она что, надеялась, что будет масло? Ей нужно было сейчас вопрос и проблему решать? Она приходит опять пророку и говорит все закончилось масло. Сколько там сосудов? Неизвестно. И он говорит ей продай масло, уплоти долг свой. А часто бывает так у нас верующих, как только Бог благословил нас, пошел к это гешефт, то мы наши долги мы прощаем, мы всем прощаем, кому мы должны теперь а теперь нам нужно показать, что он с нами же Бог уже показал нам нужно что-то козырнуть. А Бог говорит подожди секунду, малом не ты трудился, я тебя благословил. Возьми, продай, получи прибыль, расплати со своими долгами, расплати со своими должниками, а на то, что останется, будешь жить ты и твои сыновья. То есть опять о бизнес, оливковый бизнес, вот теперь пацаны заживем, давай собираем все и подачи в Египет. А нет, нет, расплатись, сделай праведности, освободись от долгов, и то, что у тебя останется, будет достаточно, чтобы покрыть все твои нужды, чтобы ты не будешь нуждаться. Услышьте эти слова, если поймете, о чем я говорю. Это можно назвать безумным прошением Бога. Наполнить опустошенные сосуды. А вдруг масла не хватит. В этом есть безумие веры. Наполнить те сосуды, которые пустые. Я хочу говорить о нашей общине сейчас. Мы всегда стремимся, чтобы быть и вкладывать то, что поможет нам влиять на весь мир. А я говорю на весь мир, это через интернет, например. А на самом деле работать с общинами, с братьями, с сестрами. Если мы просим нашего бухгалтера, то мы от сбора к сбору. Те, кто у нас в Совете, они знают от сбора к сбору, над трудностями, переживаниями, где-то не хватает, где-то мы верой идем. Мы всегда делали, вкладывали больше. В единство, на служении, которые мы проводили конференции, объединения всевозможных общин, церквей, мы всегда вкладывали. Этот вклад никогда не был замечен, не замечали этот вклад. Но однажды Бог дал одному из наших лидеров идею, которую нужно было тоже вкладывать. Эта идея служила для того, чтобы созидать тело Мессии здесь, в Одессе. Эта идея стал проект, который мы назвали «Связающие потоки». Хотя и Сергей, который получил от Бога, пришел ко мне и говорит, Ребе, что ты думаешь это сделать вместе с церковью? Это будут затраты, но это будет влиять на все остальное. У нас были мечты, но это был какой-то решающий момент. И я вам скажу одну вещь. То, что произошло после, повлияло не только на Одессу, но и тех людей, которые приезжали позже. В этом не участвовали многие люди. Сергей и Валера взяли основную ответственность за подготовку этого служения, но это в лице общины было что-то особенное. Был большой посев, опять были нужны, опять нужно было сеять, но мы пожали больше. И я верю, что мы получили вознаграждение от Бога, этот проект, этому проекту суждено жить. Однажды, когда общались пастора, они спросили, а вообще кто этот проект сделал? Вот так было классно, такое прославление, такая хвала, такие вечера были, просто вау, кто проект этот вообще сделал, кто задумал, кто замутил это все. Они не знали, что мы начали делать. Еврейская мессианская община, как? Типа мы не способны это сделать. Мы все можем, но не всегда мы хотим, чтобы это видно было везде. Как? Он говорит, вообще так вашего пастора даже здесь нету, как это у вас получилось? Ответ наших людей был простой. Наш пастор поручил нам это сделать, он нас вдохновил, он нас благословил, он нас высвободил, эту ответственность мы взяли, и мы с этой ответственностью идем. И один из служителей поворачивается и говорит своему мужу, говорит, ты если бы мы уехали, ничего бы у нас бы не произошло. И я этому рад. Не рад, что у них не произошло, а потому что у нас получилось. Да, если кто-то смотрит по интернету, я на вас ничего не имею. Я рад за нашу общину, что мы становимся влиятельными. Это время, где мы будем возглавлять и действовать. Я знаю, что у нас есть много проектов. Можно было создать большую реально большую общину. Можно было бы наполнить здесь все. Это наша задача ее наполнить. Но у меня вопрос такой, как насчет много общин? Как насчет того, чтобы это все влиялось на многие районы, многие точки земли? Как использовать технологии, у нас есть и делать изменения в жизни людей? Я не знаю, что бы я делал, если бы у нас было бы здание на 20 тысяч человек. Я не знаю, что бы я делал, если бы у нас было здание на 5 тысяч человек. Но я рад, столько, сколько у нас есть. Я рад, что мы будем делать эту большую конференцию. Это уникальный год. Одна конференция, сейчас еще в сентябре, еще одна будет, Ильичевск, а потом у нас еще медицинский такой будет работа сразу после нашего конференции. У нас все будут медики работать. Я думаю, Господь, Ты даешь нам эту возможность менять людей. И я этому рад. Единственное Божье условие для каждого из нас. Это даже условие глупое, но ему нужны пустые сосуды. Ему нет разницы большие, маленькие, красные, желтые, даже даже если чуть-чуть нащербленные. Ему важно было пустые сосуды. А при чем здесь мы? Очень просто. Второе к рифинам 4 в 7. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Какое сокровище? чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Была приписана Богу, но не нам. Поэтому все мы носим здесь, в этом глиняном сосуде. мы это всюду притеснены, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа нашего Ишуа Мессии. Первое, самая главная заинтересованность Бога в нас. Не в том, чтобы благословить или обеспечить нас нашими желаниями, то, что у нас есть. Его первоочередная забота о нас, чтобы мы были пустыми. Вот тут, чтобы мы были пустыми. Опустошенный от гордыни, алчности, стяжания, обмана, клеветы, ругательства, ненависти, похоти, лицемерия. Когда мы освобождаемся от этого, Он говорит, у меня есть маленький сосуд, в котором есть елей. Я хочу вот то, что освободится, начинать заливать. А Дух Святой это прообраз еще в еле помазания. Оливковое масло. Радостью хочет Бог наполнить нашу внутренность. Да, вот помазал радостью, елеем радости помазал меня. Духов Святым, Он хочет наполнить нашу внутренность при избытке, чтобы мы были довольны. Потому что когда мы слабы, Он силен. Аминь. Если ты болен, то Он твой врач. Если ты банкрот, то у Него есть план возвратить тебя обратно в бизнес. Если ты голоден, Он твое обеспечение. Если ты в рабстве, Он твоя свобода. Если жизнь нестабильна, Библия говорит о том, что Он скала нашего спасения. Если ты жаждешь Его, вообще жаждешь, имеешь, Библия говорит о том, что Он есть источник. воды живой. Вы знаете, когда я понимаю то, что я не могу иметь, или я не получаю то, что я хочу, тогда я открываю для себя откровение и единственную истину, что Он мне нужен больше всего. я надеюсь, что сегодня у нас есть люди, которые пришли сюда разочарованы. все с ним. Почему надеюсь? Потому что многие скрываются. Как не спросишь, все хорошо, все хорошо, а потом говорит, у меня ничего нет. есть люди, которые разбиты абсолютно пусты. Бог хочет сегодня вас наполнить. Наполнить преизбытком. Сделать чудо вашей жизни, потому что надеющий на Господа не постыдиться. отложите в сторону то, что не имея хотите. это трудно сделать, потому оно человеческое, хочется. Я говорю, например, я знаю, у нас есть люди, которые живут в домах, в старых домах, и хочется, было тепло на эту зиму. Так хочется, чтобы уже была новая колонка, газ проведенный, где-то было тепло. Но у вас есть обыкновенная печка. Вы понимаете, что вы не можете себе обеспечить, реально не сможете обеспечить всем этим проектом, который стоит десятки тысяч гривен. Начни действовать по малым концов. Накали дрова. Накали дрова. Сейчас. Не зима, когда придет. То есть Бог дает тебе что-то малое, начни в нем работать. И через время ты сэкономишь эти деньги, не вкладывая в МММ, МММ и все остальные дела. Не заработаешь так. Ты лучше копейка копейки собирай, действуй, не тянись в этот и ты посмотришь, что Бог тебя увеличит. Я вам гарантирую, что Бог увеличит это все. Когда нам величевский, нужно было покупать землю, у нас была возможность именно для общины батер купить там землю, это был план у нас. Нам выставили цену, которая была сумасшедшая, конечно, для того времени, и 15000 уе, так бы, это было, стоило. У нас всего лишь было собрано около 12, мы пересчитываем 12000, мы там не знали, у кого отложить, что делали, вытащили деньги, пересчитываем, а там 15. Еще раз ребята пересчитывают, а там 15. Вы пересчитывают, а там 15. Они стоят в шоке, говорят, что происходит. У нас было, мы знаем, вчера, мы считаем, 12000 было, сегодня, когда нужно подплатить, нужно было подплачивать, у нас 15. Потому что они верили, что то место, где у нас сегодня уже есть план строительства синагоги, у нас уже там есть разрешение, чтобы это подстроить, у нас здесь подвод воды и электричество, и мы знаем, что в следующем году мы начнем там копать и углубляться, чтобы построить синагогу на 300 мест. И Бог дает. Услышьте, я знаю, здесь люди есть, которые просто доверялись Богу в мелочах, потом Бог открывал чудесным образом, Олег, он мне кричал, это что, вы едите дали? Мы молились, у него не было заплатить за ситуацию, там нужно было, открывает Библию, там деньги. потому что в тот момент это ну это была нужда, которая невозможно было, ну как бы сказать, по-другому еще, потому что был Бог в этом. Я говорю об этой вере, скажи, стало легче жить, но ты видишь Бога, который выходит тебе навстречу. я говорю об этом Боге, который восполнит всю твою нужду. Сверхъестественное, глупое, может быть, действие производит невероятное благословение. И если ты сегодня пришел разбитый, разочарованный, у тебя взаимодавцы тебя давят, и ты понимаешь, что нет другого выхода, я приглашаю тебя сюда вперед. Во время поклонения хочу молиться за вас, за тех, кто смотрит нас в интернете. Если у вас эти проблемы, которые наложились на вас, взаимодавцы, они уже вас душат, и у вас нет выхода, оставайтесь верны, как эта женщина, вдова оставалась рабой Бога живого, она была подчинена Богу Израиля, доверяя Ему простых вещах, хотя говорила у меня ничего нет. Начните сегодня с малого, самого простого. Идите на улицы, приглашайте людей, говорите им о том, что Бог сделал для вас. Они посмотрят на вас, конечно, скажут, вот так вот, вас ничего нету. Может быть, у меня нет ничего, как для этого мира, но у меня есть то, чем я могу поделиться. и я вас уверяю, Он будет во на встрече. Мы сейчас все станем в наши ноги. Если вы сегодня пришли сюда, разбиты, зачарованы и абсолютно пустые, ничего нет, я предлагаю вам просто помолиться Богу, довериться Ему, отложить в сторону все то, что вы хотели, вы мечтали бы иметь, чего у вас нету, и начать с того малого, незначительного, и Он покроет тогда ваши все нужды. Перестаньте ждать того, что вы хотите, начните с того, что у вас есть. Это сегодня послание для вас. Во время поклонения открыто здесь место. Не стесняйтесь никогда проходить к Богу. И вы не ходите ко мне, приходите к Богу, Которому нужно проходить всегда, и во все. Господь, дай свою милость. И мы говорим рахам. Рахам, Господь, который приходит с небес, милость, дающаяся от Бога, когда мы разбиты с небесами. Богу, наставит обстоятельства или проблемы, с которым мы уже не способны справиться. Даже если это по-законному, Господь, когда мы служили тебе, когда мы отдавали все последнее, с надеждой, что мы будем иметь какую-то хотя бы безопасность и вдруг Господь все кажется ручится. Господь, дай нам оставаться твоими рабами, дай нам оставаться верными тебе и доверять тебе в малом, Господь, не просто верить в то, что у нас нету, а верить в тебя и видеть то, что у нас уже есть малое и важное. Малая молю, Господь, чтобы ты открыл наши глаза на то, что у нас есть малое, но то, что малое станет нашим обеспечением и благословением будущем, чтобы оставаться верным в том, что у нас есть малое. Быть послушником Господь, как эта вдова, которая получила невероятное благословение от послушания. Сегодня мы так же нуждаемся в тебе. Освободи нас, освободи нас от горечи, от Господь ненависти, от ненависти, простых каких-то гордынь, боже, зависти, может быть, словесного наговора. Освободи нас, Господь, от того, что препятствует тому духу действия внутри нас и используй нас, наливая туда, Господь, твой елей. это время, и внутри себя мы делаем решение Я возношу молитву в небеса И сердце льётся, как вода Тебе услышу голосом И лишь о милости прошу Я возношу молитву в небеса И сердце льётся, как вода К тебе я подниму голос мой И лишь о милости прошу Милости я прошу Господь Милости я прошу Ради славы твоей, Бог Милости я прошу Милости я прошу Ради славы твоей, Бог Милости я прошу Те, кто вышли весь вперёд Я прошу, возьмите здоровье Те, кто вышли вперёд Я буду вас молиться Остальные Может, нужно помолиться за них Нам это нужно Не так ли? Я сильно прошу прощения, что я вас задержал Давайте скажем такие простые слова Абам Я, как эта вдова Не имею ничего Кроме одной надежды на тебя Что ты есть Бог праведности И моё решение Которое делаю сегодня Быть верным в малом Ты сделаешь это великим И я прошу тебя Наполни мой Опустошённый сосуд Я нуждаюсь тебе Я хочу видеть руку твою И я знаю, что Иешуа Мой Бог Мой Спаситель Умер за меня И воскрес для моего оправдания В нём я могу иметь всё то, что ты обещаешь для меня И я благодарен тебе за это Я не только верю в тебя Я уверен в твоём благословении Спасибо, Абам Во имя Ишуа Мессия Абам Абам Музыский Музыка Продолжение следует...